Многодетная семья Фою из села Шумовка Ульяновского района пользуется полным пакетом региональных мер социальной помощи. Семья получает пособия по уходу за вторым и третьим ребенком, а также как многодетная семья. Выплаты также компенсируют проезд и питание. В школах выдаются продуктовые наборы. Семье нравится жить за городом. Своими силами поднимает и облагораживает дом. Я сама здесь выросла. Потом, как замуж вышла, уехали мы. Но с появлением деток решили поближе все-таки к деревне. Здесь спокойно. Рядом с домом детская площадка, школа, садик, магазин, медпункт. У нас все есть. И трасса рядом. Пока глава семейства на заработках в другом городе, а младший брат Николай в детском саду, старшие братья Антон и Константин после школы помогают маме по хозяйству. Маленькой Пелагея всего два месяца. Семья очень дружная и у каждого есть занятия по душе. Антон, расскажи, пожалуйста, помогаешь ли ты своей маме что-нибудь по хозяйству? Да. Что ты делаешь? Если она попросит, я проплесосить могу. Когда она занята, допустим, моет посуду, я либо качаю Пелагею в люльке, либо сам ее беру. На огороде иногда собираю лук. Еще. Убираю цветы. И убираю игрушки. Другой важной сферой деятельности социальной политики в регионе является забота о серебряном поколении граждан. С этой целью в области созданы центры активного долголетия, на базе которых разработаны адаптивные программы спорта и досуга для пожилых людей. На сегодня, согласно указу губернатора, категория граждан старше 65 лет обязана находиться дома. Поэтому центры пустуют. Но работа не остановлена. Большая часть активности переведена в онлайн-формат. Мы работаем в компьютерах, в гаджетах, организуем досуг, создаем площадки. В общем, вся наша работа перешла в онлайн-формат. Это пока единственная форма связи у нас с нашим старшим поколением, с которым до пандемии мы активно работали в наших центрах. У нас было ежедневное массовое мероприятие для них. По расписанию люди приходили, занимались спортом, досугом, творчеством, обучением, образованием. Одной из частичек расхода областного бюджета в следующем году также будут центры активного долголетия. Всего же на социальную сферу предусмотрено около 6 миллиардов рублей. Они будут направлены на благополучие детей, инвалидов и пожилых граждан, а также на обеспечение жильем детей-сирот и приобретение средств реабилитации для инвалидов всех возрастов. Антон Никонов, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.